Выпускница лицея номер 3 Ксения Пешхонова долго и усердно готовилась к ЕГЭ, но это не избавило ее от переживаний. Самым трудным для девушки оказался первый экзамен, перед которым она почти не спала. Выпускница вспомнила, как готовилась к ЕГЭ во время самоизоляции и рассказала, какие минусы и плюсы были в таком формате. Учиться дома это совсем не то, как учиться в классе. За тобой нет никакого пристального внимания, ты можешь немного отдохнуть и из-за этого очень сложно себя было собрать. Но зато у нас было больше времени, чем у выпускников ранее. Единые госэкзамены для 11-классников это не только важный этап жизни, но и сильный стресс, который может привести к ошибкам и неудачам на экзаменах. По словам специалистов, волнению может способствовать домашний формат подготовки, боязни удачи и давления со стороны родителей и учителей. Когда эмоции, негативные эмоции зашкаливают, когда они затуманивают разум, то даже то, что выучено, оно забывается. Поэтому самая первая очередная задача – научиться гармонизировать свое эмоциональное состояние. Чтобы побороть волнение перед экзаменами, психологи советуют разнообразить свою деятельность, слушать расслабляющую музыку и заниматься спортом. Психические упражнения тоже никто не отменял. Для чего? Для того, чтобы переключиться и чтобы стимулировать выработку эндорфинов, гормонов радости и счастья. То есть самим свой организм настраивать на здоровое состояние. Также, по словам психолога, во время такого эмоционально тяжелого периода родители должны быть всегда на стороне ребенка и во всем его поддерживать. Тогда ребятам будет значительно легче справляться с волнением и они успешнее сдадут все экзамены. Спасибо.